Путин заявлял, что ни за что не введет российские войска в Крым. В начале марта 2014 года власти Украины сообщили, что воинские части Украины в Крыму заблокированы именно российскими военными. Но Путин на прямой вопрос журналиста ответил, что это не российские военнослужащие. Люди, которые осуществляли блокирование частей украинской армии в Крыму в форме, очень похожей на российскую форму. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. Есть три вида доказательств того, что именно российская армия блокирует украинские воинские части. Сегодня ранним утром в районе паромной переправы Крым-Кавказ появились шесть автомобилей «Урал» с номерами Российской Федерации и вооруженными людьми внутри. Что вчера произошло? Приехали в войска Российской Федерации, заблокировали на вход. 2 марта воинская часть А-23-20 под Симферополем была окружена российскими военными без опознавательных знаков. Сегодня мы были с Андреем Юром около воинской части, украинской, которая по периметру, около села Привальная, которая по периметру была блокирована военнослужащими, ну российскими, это никто не скрывает. Просим Владимира Владимировича Путина защитить нас от своих солдат, потому что они нас пугают, у нас уже стрессовое такое состояние, напряженка. Мы уже неделю нормально, ночью не спим. Мы не спим нормально, потому что ждем постоянно чего-то, какого-нибудь штурма, какого-нибудь бунта. 2 марта российские военные прибыли в Балаклаву и попытались разоружить отряд морской охраны Государственной погранслужбы Украины. Прибыл КАМАЗ, военнослужащие Российской Федерации, вооруженными срывковым оружием в бронежилетных тасках. И предложили нам разоружить, создать оружие, перейти под охрану вооруженной силы Российской Федерации. 4 марта вооруженные люди пытались проникнуть на территорию Украинской зенитно-ракетной части А-45-19 в Евпатории. Подполковник Мацюк Сергей Михайлович, замкомандира этого Евпаторийского бомба. Военнослужащие Российской Федерации пытались захватить нашу украинскую технику. Командир данного подразделения Российской Федерации предъявил нам ультиматум. Но мы отсюда не уйдем, и нашу технику, нашу территорию мы не отдаем. По просьбе журнала New Times фотографии из Крыма проанализировали военные эксперты. Внедорожник ГАЗ-2975 «Тигр» стоимостью 60 тысяч долларов, поставки которого осуществлялись исключительно для российской армии. На номерном знаке – код военного автомобильного номера 21, означающий Северо-Кавказский военный округ. На «Тигре» справа виден значок гвардейской дивизии. Снайперская винтовка – это самозарядная модификация Драгунова, новейшая модификация, официально поступившая на вооружение только российским силовикам. Прибор ночного видения ПНВ-93.2 российского производства, который используется в российской армии специальными подразделениями. Пацаны, а что охраняете? Что, не охраняете, ничего? А что? Верное небо над Москвой. Над Москвой? Так в Москву едете охраняете, а что здесь? Вы украинцы? Мы? Да. Мы россияне. Почему нет опознавательных знаков? Вы откуда? Потому что у нас форма такая. В украинском или в российском? В российском. В российском. Путин никогда не отличался честностью, но этой невероятной ложью он побил все рекорды. Должен кто-то и врать, потому что кто-то хочет услышать это вранье. Ура! exist. Нет. Не отправляろう то, почему? Выстраивать к этому.